Ебать песня Давай, давай, Саня В спину, в спину Ебать сказка Да ты шо, ебать Я ебанулся Ебать Вот, ахахаха Подожди, тут вообще песня Глянь, крылья какие Я ебанулся И шея, ебать Вообще песня А ну, ты ж глянь, спину видел Не нахуй Ну че, блядь, бездельники, ебаные нахуй Все хуйней занимаетесь, блядь Всем привет War Thunder продолжает обрастать самолетами Четвертого поколения В этот раз самолеты даже появились сразу У нескольких наций, а не у одной, как это обычно бывает Но тут, правда, есть нюанс, связанный с разнообразием Модификациями и механиками у этих машин Но давайте оставим это для следующего видео А сегодня поговорим про МиГ-29 Настало то время в War Thunder, когда водятся уже очень поздние машины И вспоминаю, что раньше топом являлся F-86 F-2 Или, как пример, ЦЛ-13, который был одним из самых желанных среди всех топов На который люди задротили, донатили и проводили какие-то неимоверные количество времени в игре Но, так или иначе, эти самолеты уже годятся разве что на роль ботов Которые, по крайней мере, меня задолбать успели изрядно А для кого-то, кто пришел в игру недавно И, возможно, вообще перескочил все эти среднеранговые самолеты Купив себе прям пакет топовый Это все может показаться какой-то невнятной сказкой Короче, хватит лишней информации Давайте уже приступим Сперва поговорим про самую важную часть самолета Про двигатель Двигатель уже успел поучаствовать в скандалах в War Thunder Ну, то есть, абсолютно рядовая ситуация После дэва ему срезали мощность Я, честно скажу, не летал на дэве Не знаю, как он себя там вел И, в принципе, не могу сказать, насколько он был быстрее, скороподъемнее и так далее Конечно, да, можно взглянуть на цифры и примерно отнять от этого в процентах Но, к сожалению, тут не всегда все очевидно Так или иначе, цифры, которые были изначально на дэве Они были как в жизни Вы их сейчас видите на экране И что получилось у нас во время релиза Срезали не 1 и не 2 процента А гораздо больше, что обидно Но, вот, чисто как факт Самолет даже с этими цифрами сейчас летает хорошо У него хорошая скороподъемность Хорошая динамика И этого в целом хватает На, скажем, скоростях выше 0.8 МАХ Он даже с перегрузкой выше 7 единиц Может держать и не терять скорость в маневре Но мне очень сложно судить Потому что я не летал на дэве И до этого летал только в DCS Но, как бы, ощущения от самолетов DCS и War Thunder Они абсолютно разные, как вы уже понимаете С вооружением ситуация ничуть не проще Из ближнего боя тут абсолютно ничего интересного И того, что вы бы не видели ранее Хотя на дэве было все иначе Там ему дали R-73 Которая, на мой взгляд, полностью раскрывала возможности на шлемке у 29-го А потом ее отобрали Ситуация абсолютно некрасивая И недостойная настоящего джентльмена Потому что людей, как минимум, забайтили на прокачку ветки Донат и покупку дорогих пакетов Которые нынче уж стоят дороже топового модуля в DCS Но да ладно, может это было сделано неумышленно Кто знает Не, я серьезно Возможно и правда не учили, насколько они будут эффективны Либо по ошибке добавили Показать, что вот смотрите, эти ракеты уже есть в игре И когда-то они будут видены Но серьезно, давайте не будем гадать И поговорим про более интересные вещи Более интересные вещи, это, на мой взгляд, ракеты средней дальности Тут набор уже посерьезнее И после релиза нам успели добавить еще более позднюю, кстати, модификацию ракеты R-27R Но я начну сперва с R-27T Так как ждал я их в игре уже очень давно И чисто, на мой взгляд, геймплей с 27T или с 24T, допустим, на MiG-23 Это, наверное, самый интересный, самый уникальный геймплей, который есть на топах авиации в целом Если говорить в цифрах, то 27T летит меньше, чем 27R То есть дальность пуска у нее меньше Но, мне кажется, чисто в War Thunder это обусловлено только тем, что дальше ты физически не сможешь произвести захват GSN-ракет Да, если кто не знает, GSN-ракета здесь, если грубо говоря, то работает так же, как на R-60 или на AIM-9 За исключением того, что это ракета средней дальности Но помогает раскрыть возможности этой ракеты именно как ракеты средней дальности Естественно, ООС, либо ООПС-29, если я правильно помню Короче, теплопеленгатор с лазерным дальномером Что-то похожее у нас уже есть на MiG-23 Там это, правда, все другой модели, работает чуть хуже Но суть одна и та же С дистанцией где-то 15, может быть 20, ну максимально, что у меня получилось, 24 километра Вы можете обнаружить и захватить цель А вот дальность пуска самой ракеты по факту зависит не только от дальности захвата самим ООС Но и от дальности захвата GSN-ракеты Максимальное, что у меня получалось сделать, это где-то с 19 километров произвести захват И с 18 уже ее пустить Чаще всего пускать вы ее будете, ну с 10, может быть 15 километров, не более Все очень зависит от того, насколько быстро вы заметите через ООС цель Насколько быстро и насколько успешно у вас получится ее захватить И, скажем, еще будет зависеть от количества помех, которые будут присутствовать Потому что я неспроста упомянул МиГ-23 Та же 27Т на бумаге, по крайней мере, именно в War Thunder Якобы помеха защищена На деле помеха защищенности там никакой нет То есть да, если цель отстреливает ЛТЦ Либо кто-то рядом отстреливает эти самые ЛТЦ Ракета спокойно переключится на них и улетит в молоко Был, конечно, случай, когда ракета полностью проигнорировала абсолютно все ЛТЦ И влетела Томкоту в С Но там он летел на форсаже, да и, наверное, это был мой первый бой за день Так что это не роляет абсолютно Так вот, к чему я это говорю? Что если вы играли на МиГ-23 МЛТ Либо 23 МЛ, который вы укупили как пакет, возможно То геймплей отличаться не будет почти ничем Зато с 27Р и более старшей моделью все гораздо проще и понятнее Например, обычная 27Р очень эффективна, если стрелять по цели с дистанцией 10 или 15 километров Короче, плюс-минус похоже на 27Т Но! Можно и на 20 и на 25, правда уже нужны идеальные условия Я бы даже сказал идеальнейшие условия, особенно если на 25 В случае с топовой моделью, некоторыми условиями можно пренебречь и на тех же дистанциях поражать цель гораздо эффективнее Потому что, во-первых, ракета быстрее, летит дальше И стоит учесть, что это не какие-нибудь ранние воробьи, которые делают фык, как только потеряли цель Короче, к обеим ракетам вопросов у меня никаких не возникало Играется с ними отлично Правда, есть нюанс Но для этого давайте плавно перейдем к теме РЛС Так вот, РЛС у Мега самая обычная, если говорить по меркам Вартандера Каких-то фантастических параметров здесь у нее нет Максимальная дальность обнаружения по карточке где-то 65 километров На деле это 20 или 40 километров Что, в принципе, даже похоже на правду, если быть честным Но есть небольшой нюанс Мне показалось, что захват у РЛСки 29-го несколько хуже, чем у того же F16 Это прям очень субъективно и больше уже похоже на какое-то самовнушение Потому что я не замечал эту проблему Пока не увидел то, что в чате на это жалуются, на форуме и в разных группах До этого все работало у меня отлично Цель спокойно сопровождалась до попадания ракеты И срывался захват, только если цель начинала делать маневры и отстреливать Диполи Во всех остальных случаях все работало почти без нареканий Да, у меня несколько раз было такое, что захват в идеальнейших условиях просто срывался Когда цель не делала никаких маневров и вроде даже ничего не отстреливала Но на вашем месте я бы просто делил всю эту информацию на 2, а то и на 3 И спокойно бы играл дальше, не обращая ни на кого внимания Еще у Радара есть несколько особенностей, которые заключаются в режимах его работы И кстати, да, они были реализованы в War Thunder И работают, ну к чести сказать, даже неплохо некоторые из них Другой вопрос, как это все смотрится визуально И тут мне кажется, что сделано все очень неудобно Так как выводить отдельными экранами и режимами RLS По факту под режимы и как-то для полуаркадной игры решение достаточно странное Может быть, СБшники и заценили такое нововведение и такое расположение Но чисто вот как по мне, для авиационных реалистичных оно неудобно То есть, во-первых, да, у тебя в странном порядке расположены вот эти вот экраны Во-вторых, я думаю, можно было все оставить на двух экранах И просто сделать возможность переключения ППСа за ПС отдельной кнопкой Типа как изменение угла сканирования Было бы гораздо удобнее, мне кажется А так у тебя разные экраны, и ты немножко в них путаешься Все-таки динамика в VRB, она абсолютно другая В DCS это все гораздо проще переключать Там ты в этом даже, ну, особо запутаться не успеваешь Тут ситуация абсолютно другая Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю Но вопросов к тому, как оно работает, у меня особо-то и нет Потому что, если ты будешь облучать цель, которая летит на тебя в режиме ППС Ты обнаружишь ее быстрее и дальше, чем, допустим, в дефолтном режиме Который подразумевается как ZPS, судя по всему Ну, либо как авто Тут я, честно говоря, не совсем понял Что касается режима SNP, то к нему тоже вопросов никаких нет Сделан он нормально По крайней мере, этот режим полезный и нужный Да, у него есть какая-то дикая погрешность И строп захвата он доскачет как ненормальный И тут я не берусь утверждать, насколько это реалистично И как он точно работает в жизни Но так или иначе, ты хотя бы направление цели можешь понять Примерно можешь оценить обстановку и картину боя И после этого уже наглядно представляя, где каждый из противников находится Выстраивать заход на него и брать его в захват по-взрослому Да, если кто не знал, SNP, помимо обнаружения целей Позволяет тебе их сопровождать, а также брать, скажем так, в мягкий захват То есть ты их берешь в строп захвата, но ты берешь, чтобы понять, где находится цель Какая у нее скорость, какая высота, но не более того То есть обстреливать из этого режима ракетами цель ты не сможешь По крайней мере, 9.13, я даже не знаю, чем бы он мог обстреливать из этого режима Да и в целом, если искать про этот режим что-то в интернете, либо в документах Там ничего другого вы особо про него не найдете По крайней мере, то, что я читал, там было чисто про обнаружение и сопровождение целей Но нам это с вами особо и не интересно Давайте по факту, что же мы имеем? Честно сказать, самолет получился каким-то уж очень неоднозначным Нет, если по-честному, это самый обычный топ авиации Даже в какой-то степени сбалансированный и незаурядный Не считая, опять же, его наинтереснейшего, на мой взгляд, геймплея на ОВС-этэшках И перспективой воды той же самой 27ЭТ Но я думаю, это введут гораздо позже, уже когда появятся более серьезные машины Хотя посмотрим, может быть и нет Но так или иначе, самолет в этом плане самый обычный Да и мне кажется, что сыграло здесь злую шутку еще ожидание комьюнити Которое после дева было несколько завышенное насчет этого самолета Да тут все как в жизни Уже куча мифов, легенд и всяких предрассудков насчет 29-го Про то, что он неэффективный и ничего не может, кроме употребления керосина в огромных количествах Либо про то, что он слишком уж эффективный и сбивает абсолютно все, что летает или даже не летает Правда, как обычно, как и в жизни, где-то посередине Тут, мне кажется, то же самое Конечно, на дэве его изрядно понерфили, но самолет все равно играется нормально Лично мне показалось, что самолет гораздо лучше себя раскрывает И показывает на картах среднего размера Ну или больших вовсе Попадая на разные лягушатники метр на метр Где после взлета у вас сразу противник через 20 км А посреди карты летает полчища ботов на Ил-2 Там ничего хорошего не получалось на нем никогда Возможно, там бы и исправили ситуацию те же самые Р-73 Но это такой-сей геймплей Да, там самолет не откисает сразу, но ошибок особо вам не прощает Потому что в ближнем бою, особенно когда у вас несколько противников Чего-то заурядного МиГ-29 не показывает Это факт Но если брать, допустим, ракетные дуэли на дистанции 15 км Может быть даже 20 км То МиГ здесь нисколько не проигрывает А даже местами имеет преимущество перед некоторыми противниками За счет своих топовых ракет Ну, я думаю, их скорость, а также возможности этого самолета хватает более чем Да и в целом, учтите, что динамика у него очень хорошая И даже если вы начинаете производить маневр уклонения И слили всю скорость, высоту Вы можете быстро это, в принципе, восстановить И уйти на новый заход Это стоит учитывать И игра именно таким образом этим самолетом Постоянно думая перед каждым действием Оно играется, в принципе, нормально Но какой-то сверхэффективности, опять же, на мой взгляд, здесь ее просто-напросто нет Стоит ли его выкачивать? Ну, тут вопрос неоднозначный Учитывайте, что, допустим, в ближнем бою самолет пока что преимуществ каких-то иметь не будет Если нужно что-то бодрое, то, наверное, проще остаться на 23-м И вы особо ничего не потеряете А если вам нужны именно нормальные ракетные дуэли на средних дистанциях Чтобы прям по взрослому То, да, 29-й стоит того Я думаю, сейчас особо аналогов у советской ветки там и не будет Поэтому решайте сами На этом у меня все Спасибо за просмотр И удачных вам боев Подписывайся на Гаджента